У меня была стерта полностью моя личность и идентичность. Я разрыдался, как ребенок, целый понимая, что делаю. Кризис — это всегда и опасность, и возможность. Кризис — признак развивающихся систем. Меня забрали контроль над рукой и стали управлять так, как считали правильным. Был такой сериал «Богатые тоже плачут». Так вот, богатые действительно переживают не меньше, а то и больше кризисов, чем люди без миллионов на счетах. Более того, они богатыми, может, стали только благодаря своим кризисам и падениям. Для этого фильма я поговорил с людьми, которые однажды поняли, что потеряли все. Бизнес, семью, веру в себя и в свое будущее. Ты вроде бы пыхтишь, дымишь и даже горишь, но ты посмердишь. Первый признак черного лебедя, когда у тебя все хорошо. Было страшно. Безумно страшно. Дискомфорт в жизни — это норма. В этом фильме мы рассмотрим алгоритмы по выходу из любых кризисных ситуаций. И самое главное — попытаемся понять, почему плохо — это на самом деле хорошо. Но сначала вдохновляющая история. Жила в Англии одна девушка. Росла в семье с больной матерью и равнодушным отцом. Потом вышла замуж, терпела побои супруга. И в итоге осталась одна с маленькой дочерью, без работы, с клинической депрессией и набросками книги про мальчика-волшебника, который выжил, несмотря ни на что. Когда она понесла книгу в издательство, 12, только представьте, 12 раз подряд ей отказали. Вы уже поняли, про кого это. Правильно, про Джоан Роулинг. Сейчас она первый долларовый миллиардер, заработавший состояние на книге. И на земле нет человека старше пяти лет, которые не слышали бы о Гарри Поттере. Ее знаменитая речь перед выпускниками Гарварда так и называется — дополнительные преимущества неудач. Про то, как жизнь пыталась крикнуть ей «Авада кедавра», а по факту сделала только сильнее. Костя, привет! Привет, Миша. Ко мне постоянно приходят сотрудники, друзья, коллеги, партнеры и говорят, «Миша, я устал, я выгорел, у меня кризис, кризис на работе, кризис с партнером, кризис в отношениях». Я понимаю, что когда люди приходят в таком состоянии, их нужно, наверное, как-то там поддержать. Честно, я не до конца вообще понимаю, что такое кризис. Существуют ли они и что с этим делать? Смотри, если по-простому, кризис — это когда так, как ты делал до этого, уже не работает. И тебе не хочется, как было раньше, но как по-другому ты не знаешь. Это Константин Никулин, дипломированный психолог, личный коуч с опытом работы больше 14 лет. Вообще, изначально греческое слово «кризис» означало переломный момент. Максим Поташов — не только интеллектуал из «что, где, когда», но и математик, маркетолог и бизнес-тренер. И в медицине, где до сих пор это употребляется, именно в этом смысле. Что это ситуация, течение болезни, после которой может что-то принципиально измениться. Может либо наступить выздоровление, либо ситуация ухудшится. Статистически посткризисный взлет встречается в 9 раз чаще, чем посткризисное падение. Радислав Гондопас, президент ассоциации спикеров СНГ, дважды признавался лучшим бизнес-тренером России, работал с такими гигантами, как Microsoft, Sony, BP и так далее. Кризис — это бустер роста или убийца. От чего зависит? От того, кто в кризисе. От его стратегии, от его поведения. Но, кстати, это успокаивает, что кризис убивает в 9 раз реже, чем возносит. Ребята, сейчас мы будем звонить Майами, Америку, Максиму Ногаткову, основателю компании «Связной», «Пандора», «Энтер», «Связной банк». Одному из самых молодых предпринимателей, которые попали в российский список «Форбс» и потом все потеряли. Максим, привет! Миш, привет! Ну вот представьте, в 20 лет Максим стал долларовым миллионером. В 35 он уже в мировом рейтинге миллиардеров. А потом все потерял. В 2013 году, по оценке «Форбс», у тебя было состояние 1,3 миллиарда долларов, а в 2018 году тебя признали банкротом. Что произошло? Потерял. Я был на таком большом эмоциональном подъеме, то есть у меня было много амбиций. Я хотел сделать лучший карточный банк в России, я хотел сделать крупнейшего онлайн-ритейлера в России. Мне на тот момент казалось, что это будет стоить миллионов 100 долларов каждый проект. В итоге эти проекты стали стоить где-то миллионов по 800. Я заложил акции своих компаний, которые зарабатывали деньги. Связной зарабатывал деньги – миллионы 150 в IBD. Пандора зарабатывала миллионов, наверное, 80-90 в IBD. Я заложил акции прибыльных компаний для того, чтобы строить очень адресивные стартапы. И что произошло? У меня забрали контроль над группой и стали управлять ей так, как считали правильным. И я помню, у меня был салон на Котельнической набережной с кафе. Этому человеку многие из вас могут сказать спасибо за классную прическу. Игорь Стоянов – президент и основатель сети имидж лабораторий «Персона». И мне звонит подруга. В народе называют их ясновидящими. Я такой веселый, говорю, скажу, шум, шумно очень. Она говорит, сегодня тебе Саша скажет, что она хочет развестись. А она мне говорит. Я говорю, да, да, хорошо. Я прям приезжаю домой в этот день. И я, ну, не понял это. И вот я открываю квартиру, дверь, и все замедляется. Там все было быстро, а жизнь замедляется. Я сажусь на диван за нотти. Потом он куда-то что-то с ним на арт-плее растащили его бомжи. Садится Саша и говорит мне, давай поживем отдельно. И ты, конечно, для меня человек, который, вот, я даже когда слышу твою историю, у меня, знаешь, внутри все сжимается. И я, если честно, я не знаю, как я бы себя повел в этой ситуации. Когда твой партнер мне рассказывал, что, ну, у вас уже там выручка за миллиард рублей, капитализация там тоже куда-то улетает в какие-то красивые цифры. И прямо это выглядело как, знаешь, такой очень свежий, очень масштабируемый, с классным потенциалом бизнес, который еще как бы управляет классной командой. И тут 2019 год, и вы травите 100 человек. Что это было за день? Расскажи вообще, что произошло. 65 человек официально зарегистрированы, официально те, кто подтвердили свои диагнозы. Прости. Да, это важно. Дмитрий Пронин, экс-сооснователь компании Healthy Food, человек, который прошел сложнейший бизнес и личный кризис с честью. Это важно, потому что разные люди к нам приходили, и, естественно, мы шли на встречу каждому. 15 июля как раз это тот самый Black Manda, это понедельник, это когда у нас перед воротами Роспотребнадзор. И с понедельника у нас все перестало работать. И оказавшись дома с понедельника на вторник в 6 утра, как-то я так понимаю, что дернули стоп-кран. Единственное, что я сделал тогда, я пришел, мы с моей будущей и женой еще только вместе живем год. Отношения такие еще у нас выстраивающиеся. И я разрыдался как ребенок, разрыдался, не понимая, что делать. И для меня это был такой прям срыв эмоциональный, психоэмоциональный. Я говорю, ты торопишься, но не торопись. Я как будто понимал, что я быстро меняюсь. Потому что это не первый был кризис. Не торопись, дождись моих изменений. И все. И дальше я только помню, дочке было 9 лет. А сколько вы вместе были? 20. И я только помню, мы у Серебряного Бора жили. Я каждое утро ездил в Серебряный Бор и рыдал. Я прям падал на землю и бился. В 5 утра я вставал и просто молотил, землю рыдал, чтобы дома не орать. Все. Я нашел квартиру и переехал на Мичуринский. И я несколько лет ездил каждое утро. Я вставал тогда в 5 и жил как солдат. Я приезжал, переодевался, в одежде засыпал. Я даже не расстилал кровать. Я каждое утро, 5 дней в неделю ездил Любу собирать, отвозить в сад. Когда кто-то из моих друзей узнал, сколько было до школы, а это было спуститься с 9 этажа на лифте, обогнуть дом, и вот забор школы было. Но и я возил Любу в школу каждый день. А когда вот случился этот кризис, все, отняли компанию, был вот этот вечер с виски, когда ты думал о том, что как неспроявлив мир, почему это все мне, чем я это заслужил. Слушай, я не пьющий век с 2012-го, то есть я пью очень мало. Я пью там, не знаю, бокал вина в месяц, это максимум. Везет же. Нет, у меня просто какой-то такой внутренний разговор крутится, ну или крутился, скорее крутился, что бы я мог сделать иначе, почему так. То есть у меня скорее разговор внутренний такого характера, что я мог бы сделать по-другому, почему вот там то, как я поступал, там те решения, где я что-то не заметил, где я что упустил. То есть вот у меня скорее просто, знаешь, такой анализ ошибок. Вот, но без возглавия. Было страшно. Безумно страшно, да. А что ты боялся? Да, как, наверное, многие предприниматели. С одной стороны, то, что все, неудача, это уже диагноз. То, что лузер, то, что ничего не стало. Ну, естественно, страх был про наших клиентов. Это про то, что если кто-то вдруг, не дай бог, уйдет. Поэтому было страшно. И я прибегал ко всему. Даже записки в храм я носил. И это было абсолютно искренне. И просил своих друзей делать то же самое. За тех, мы вели эти списки, кто находится в больнице, кто находится в каком состоянии, кто в более тяжелом состоянии, кто в легком состоянии. Поэтому тяжело больные, они у нас были в контакте с ним, мы были каждый день. Вот это было страшно. Естественно, был такой уже страх. Ну, скорее, хочу сказать слово шкурный, да, расскажу, шкурный страх тюрьмы он был. То, что жизнь заканчивается на тюрьме. Но я эту штуку потом прорабатывал, опять же, с психологом. Ну, есть тюрьма. Ну, и что, многие, кто были в тюрьме. И возвращаются. Я был не выгоревший, а сгоревший дотла. То есть у меня вот есть состояние, это обоссанная дрова. Это когда ты вроде пыхтишь, дымишь и даже горишь, но ты смердишь. Вот, просто смердишь. Таких я встречаю процентов 70. Ну, если не больше, да, людей. Второе, это сгоревший дотла, когда есть угли, на них еще можно что-то пожарить, какой-то бизнес, какие отношения. Но, в принципе, ты понимаешь, что либо тебя обоссут опять, либо тебе придется догореть, чтобы кто-то на этом поел. А есть до пепла. Вот я сгорел тогда до пепла. У меня была стерта полностью моя личность и идентичность. То есть от меня можно было вытирать ноги, не было вообще сил даже возразить. То есть в этом состоянии человек может погибнуть, потому что у тебя вообще нет чувствительности, у тебя ободранная кожа, но ты так привык, что больно, что ты себя обезболил. И это невероятное состояние вот этого тупой, постоянной боли, к которой ты привык. Это, ну, адски ужасно. Помимо семейного кризиса, что тебя еще привело в такое состояние? Слушай, ну я почти потерял компанию. А что произошло? 2002 год, я взял первые инвестиции, не справился с ними. А что значит не справился? Тогда открыть персону было, ну, сейчас ничего не поменялось, типа там 200 тысяч долларов. Ну, вот с нуля в бетоне. Я думаю, слушай, ну я такой крутой, все перло. Я думаю, а я открою 10 за миллион долларов. Взял деньги, и все понеслось не туда. Я не нашел ни одного помещения по 80 квадратных метров. Я находил помещение 180 метров и открывал, например, кафе на первом этаже. Я открыл тогда первую моностудию со страха маникюра. И все, потом я не справился, все сроки полетели. Вместо года я открылся за полтора. Почти я в год вложился, почти, но команда не вывезла, я не вывез, и мне насчитали вместо миллиона, я должен был 3 500 долларов. А почему ты где-то спрятал деньги какие-то, почему ты не думал о какой-то стратегии диверсификации своего капитала, как Пабло Эскобар по лесам зарыть миллионы долларов? Потому что я никогда, ну, то есть я после того, как заработал первые миллионы 20 лет, я работал из-за другого. То есть я не работал, потому что я хотел заработать деньги. То есть у меня другие были мотивы, другие мотивации. И у меня была позиция такая, что я здоровый молодой человек, я везде всегда придожусь, я могу управлять корпорациями любыми, если я захочу. Или быть в борде этих корпораций, или быть, не знаю, советником, ментором, консалтером. То есть у меня была позиция такая, что я всегда денег, сколько мне надо на жизнь заработаю. Мне было легко жить. Вот я в Никола-Ленисце, например, мы делали Art Park, Никола-Ленисце. Я там жил в палатке, там много дней, на берегу речки Угры. И я как-то спокойно совершенно живу в разных условиях, поэтому у меня не было вот этих тревог, и страхов, что ничего будет есть, ничего не будет жить. Такого нет. А сколько вы потеряли денег? Ну, мы оценивали себя на тот момент, на какой тот момент? Я понимаю, что в тот момент на пике. На четверг? На четверг мы себя оценивали тогда уже в единичку точно. Один миллиард рублей? Да, потому что... У тебя какая доля была? 51%. То есть у тебя был там капитал 510 миллионов тысяч рублей? Ну, я его не чувствовал и потерял партнеров, да. Со мной сейчас один из старых партнеров, а двух других я потерял. Один вышел совсем, мы даже и не пересекаемся, не общаемся. Я помню момент, когда мы сделали первый Атланта форум, и было совещание, на котором я узнал, что у меня минус 100 миллионов рублей. Я помню, какой гнев вообще во мне проявился. И вот потом анализирую эту ситуацию, я очень как бы жестко, как бы команде, которая на самом деле со мной прошла очень непростой путь, очень вовлеченный и ответственный, я их на самом деле обидел. Как будто, вы знаешь, просыпаются все самые потаенные демоны, которые в душе кроются. И вот гнев, это, видимо, один из моих таких демонов. Вот у тебя было такое? Хитовые демоны проснулись. Мой демон проснулся, что с тем, что меня никто не любит. И вот с тем, что меня никто не любит, то, что я изгой, вот это была самая страшная штука, что я изгой, что я, все, меня не существует. Это самая такая жопная жопа. И подсказка была, Дим, встретись с людьми, которым ты действительно небезразличен. Я выходной день какой-то, все, бросил, сел, поехал как раз тогда к игумену, поговорил, доехал до родителей, с отцом, с матерью, с братом, с друзьями. Я для них тот же самый Димка, и ничего со мной не случилось. Жизнь-то есть. А для меня не существовало. Все, потому что я призрак, с одной стороны, а с другой стороны уже охота на меня идет. Все, убить. Зло. А то, что давали телеканалы, там же переворот жуткий идет. Я это принимал все настолько на личный счет, про меня, про меня, про меня. Вот это вот, наверное, мой демон, моего эго, вот вся эта история, она вот с моим эго, с моим демоном. Эдгар Шайн, такой великий есть, американский, ученый, который, собственно, придумал организационное поведение. Это Максим Белухин, сооснователь собственной школы бизнес-коучинга, консультант топ-команд из России, Европы и Азии. Он нашел, что, оказывается, любое развитие нового всегда неприятно. И вот как раз, когда ты начинаешь выходить на уровень выше или на уровень ниже, или стремиться куда-то туда, вот это и есть зона дискомфорта. И действительно, она позволяет, как бы, замедлять деменцию, она позволяет устанавливать новые нейронные связи, она держит тебя в стрессе. То есть ты мотивирован на развитие. Я хочу напомнить слова академика Ухтамского, который сказал, кризис – признак развивающихся систем. До тех пор, пока развивается наша личность, мы испытываем кризисы. До тех пор, пока развивается брак, в браке происходят кризисы. С какой частотой? Зависит от того, в каком темпе развивается. Ребенок развивается, переходит через кризисы. Это неизбежно, и более того, это симптом развития. Кризис не конец, кризис – это не драма, кризис – просто ситуация, при которой, так как раньше уже не актуально, надо как-то по-новому, а как непонятно. И об этом нужно договариваться либо с собой, либо с другими людьми, либо с игроками на рынке, если это экономика. Мне просто кажется, что не бывает развития без кризиса. То есть если я хочу, например, по какой-то причине сесть на шпагат, и сейчас это не умею, то тренируясь, растягиваясь, я буду получать микротравмы, большие травмы, это же и есть как бы кризисы. Невозможно дойти до нового себя, не входя как бы в боль. Знаешь, вот в чистом понимании, как я это вижу, кризис – это будет то, когда тебе архиважно, тебе прям нужно сесть на шпагат, но ты не умеешь. Вот этой ситуации уже кризис, и тебе нужно. А в течение того, как ты будешь этому обучаться, это как ты будешь преодолевать этот кризис. То есть кризис – это новый вызов, который ты не знаешь, как еще решить, но тебе туда нужно. Потому что не каждому же нужно сесть на шпагат, и человек может сказать, ну и ладно, не сажусь, ладно. А ты понимаешь, что это must have, потому что без шпагата ты дальше не сможешь что-то делать очень важное для тебя. И вот эта ситуация называется кризисом. Один из главных партнеров, он готов был помогать. Он реально помог. Который в нас инвестировал, он помог, и одна из помощей, например, это важно в кризисе, вся команда находится внутри. Нужен, чтобы человек какой-то появился со стороны, условно, как в криминальном чтиве, который приехал, и абсолютно холодно, безэмоционально, говорит, ребят, зачем вы об этом думаете? Надо это делать, это делать. Потому что мы действуем абсолютно из другой парадигмы, из другого видения ситуации. Можно посмотреть, что со стороны. Другой момент важный, что мы договорились, что мы эту штуку будем вытаскивать. Было предложение банкротиться от одного из партнеров, но решили, что нет, мы эту штуку вытаскиваем. Уже и на кону много что стоит с одной стороны, а с другой стороны, от чего сдаваться, если можно побороться? Мне кажется, что многих как раз пугает просто вот это слово кризис, или вот я сейчас сказал боль. Для меня, если есть ответ зачем, тогда это просто понятные издержки, которые я должен понести для того, чтобы достигнуть своей цели, реализовать свою мечту. И мне кажется, что просто почему-то, к сожалению, у многих нет этого ответа зачем, они просто делают. Да, я как психолог могу сказать, что это все связано с детством. Для родителей неудобен ребенок, который вечно чего-то хочет, который активен, спонтанен, который в творческом потенциале очень мало для каких родителей он удобен. И гораздо проще сказать, что слушай, сиди ровно, не рыпайся, не высовывайся, давай-ка задвинь все свои желания куда подальше. И когда я встречаю таких людей, они прям физические, то есть ты слышишь, как их мозг пытается шестеренками двигаться, чтобы начать думать, что я хочу. То есть это как мышцы атрофированные, они не могут почувствовать, когда ты им говоришь, ну а что бы ты хотел в этой жизни? Они не чувствуют связи с самим собой, то есть у них атрофирована та часть личности, которая отвечает за желания. Стоп! Вот тут пора обратиться к психологии. Есть такое понятие локус контроля. Он бывает внутренним и внешним. При внешнем человек приписывает все свои победы или неудачи внешним факторам. Мол, это общество, страна, время и так далее виноваты в том, что он сейчас, например, несчастлив. Если доминирует внутренний локус контроля, то человек наоборот сам берет ответственность за все происходящее в его жизни. Поняли разницу? То есть это вы оказываете влияние на события, а не наоборот. Хотите справляться с кризисами? Развивайте внутренний локус контроля. Только теперь понять бы, как это делать. Ты помнишь момент, с которого началось возрождение Феникса? Да, я помню. Я просто, мое тело, знаешь, как это выглядело? Такая говномасса. И у меня внутри осталось такое золотое семечко. И большой Игорь, ну, ее в разных традициях серебряная нить называют, божественная, искра, неважно. Какая-то во мне жизнь была здесь. Меня кто-то стал возить по разным местам. Ну, вот я вижу, люди путешествуют. Отец, моя первая жена, мой сын, и я, и семья моего акционера, мы стали вытаскивать меня из жопы. Мы проехали всех партнеров, реструктуризацию сделали, и к 2015 году, к 15-му, мы вылезли, пересобрали полностью компанию. Продали, купили доли, продали, освободили от всех партнеров, и все. Ты был в глубочайшем кризисе. Дальше вот у тебя, я так понял, 7 лет заняло, чтобы из него как-то выйти и восстановиться. Вот что бы ты делал? И вот сейчас, оглядываясь назад, вот не знаю, какая-то есть у тебя инструкция, делай раз, делай два, делай три. Как выходить из кризиса? В буддизме есть такое понятие, как тантра. Тантрик – это человек, йогин, факир, неважно, который работает всем, что у него есть. Я помню, была у меня практика, надо поставить жертву на кон. Не часы, браслеты, айфон. Я ставил самого себя, ну, свою жизнь. Как это происходит? На тонком сидишь, представляешь Будду или учителей, и говоришь, я за изменения отдаю свою жизнь. В реальности это выглядит так, что ты продолжаешь х**ть и х**ть, но каждый день трудиться. И при этом каждый день ездишь на работу, просто трудишься, начинаешь открывать уши, слышать людей, не только себя, проигрываешь, поднимаешься, работаешь, зарабатываешь, инвестируешь, и открывается видение. Ты знакомишься с собой, и через это ты понимаешь, что происходит с тобой и с другими людьми. Задаться вопросом, где я, и попытаться максимально объективно, где-то даже отстраненно описать, сформулировать ту ситуацию, которая нам представляется кризисной проблемой. Есть такая тоже расхожая фраза, знаменитая, автор ее, по-моему, его фамилия была Этингер, это был богослов 18 века немецкий, который сказал, господи, дай мне терпение или смирение, по-другому переводят, принять то, что я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрости отличить одно от другого. Вот это то, что нам нужно именно в этот момент, да, понять, что от нас зависит, и мы можем поменять, а что от нас не зависит, мы должны это принять и адаптировать себя к новым условиям. Мой главный совет, чтобы найти себя, это, во-первых, вспомнить свои какие-то детские мечты, то, что завораживало, да, что откликало. Знаешь, я с детства обожал конструктор, может, у тебя был такой металлический конструктор, который можно было собирать, и я никогда не собирал по инструкции, я собирал что-то свое, я говорил, что я с детства буду авиаконструктором, у меня отец был летчиком, но на самом деле, конечно же, я не стал авиаконструктором, да, но я понял, что вот этот механика собирать что-то, какие-то конструкции, она мне до сих пор помогает в том, чтобы разбираться с мышлением людей, в том, чтобы как-то реализовываться, и мне кажется, вот эти детские мечты, кто-то танцевал, кто-то рисовал, кто-то любил быть на природе, кто-то видел, там, была всегда душой компания, да, как-то объединял людей, но потом просто ушел на рутину, там, стал обычным сотрудником, и ради бога, пускай он наемный сотрудник, но если он радуется этому, но если он понимает, что он для чего-то большего создан, но не пробует, вот это проблема, то есть он никогда не выберется, скорее всего, из этого круга теоретизации, то есть самое главное это начать действовать, начать пробовать и смотреть, вот то, что я сделал, мне помогло или нет. Вопрос, а куда мне надо? Это вопрос, касающийся цели, полагания, и тут вообще говоря, у людей большие проблемы с этим, да, там, люди могли выучить какие-то стандартные приемы, типа, смарт-целеполагания, да, тоже полезный инструмент, но у него ограниченная область действия, но люди реально не привыкли задаваться вопросом, зачем? Я вот люблю об этом рассказывать, это такая интересная штука, дело в том, что, например, в польском языке вопрос, почему и зачем, они не различаются, да, это одно и то же слово, а в русском два разных слова, но очень часто, когда человеку задаешь вопрос, зачем, он в ответ начинает тебе рассказывать, почему. Человек написал провокационный пост в социальных сетях, который неизбежно вызовет волну негодования, на него выльется масса покучей субстанции, да, никакого удовольствия он от этого не получит, ему задаешь вопрос, зачем ты это сделал? Он говорит, ну как, у меня вот накипело, наболело, я не мог это держать в себе, я должен таким образом сомневаться. Не могу молчать. Молчать вопрос, почему? А когда человек задержался, все-таки зачем? Какого результата ты хочешь добиться? Почему тебе будет хорошо, лучше, приятнее после того, как ты это сделал? Человек в лучшем случае задумывается, а в худшем возмущается и посылает меня с моими дурацкими вопросами. Как ты восстанавливался? Я сделал себе отпуск небольшой, помню, в Турцию летел как раз в июле на четыре дня буквально только в сентябре. До этого, естественно, все здесь, как восстанавливался. Думал, что спорт, нет, спорт не помогает восстановлению. Единственное, что та база, которая была накоплена, она помогла с этим справиться, потому что не бежать, не ехать, не плыть. Я плавал брасом, так вот, как лягушоночек. Не то, что как лягушоночек, а как нормальные люди плавают. Никуда не тороплюсь, просто вот так вот я плавал, чтобы чуть-чуть как-то тело свое почувствовать. Вес набрал, волосы потерял, баня помогал. Ну, это физика буквально, психолога подключил в работу. Не сразу поддержка близких, сам в деятельности, наверное, в деятельности восстановил. Что делать? Если тебе показалось, что ты достиг просветления, съезди к своей маме. Ну, я вот к папе на могилу езжу и к маме. Заботиться о родителях, потому что там прям самое большое исцеление. И папа мне помог, он когда умирал, я создал круг родных, ну, чтобы регулировать посещение его, потому что у меня мать мега ответственный такой человек, и чтобы ее сильно не раздражать, я там регулировал, ну, через чат поездки. Это помнить и своими детьми, женой, и родителям давать внимание. Попробовать быть максимально включенным во все сферы жизни. Клуб Атланты, Атланты, едут в поездки, да, хочется побыть одному, Миш, я не приеду на тусовку, да, я понимаю, не уговаривай меня, мне сегодня надо побыть одному, уважай мое мнение, дать время быть одному. Вот, куда тело поднимает, идти туда, вот, прям. Включать интуицию, просто слушать. Интуицию не выключать, даже если ты ошибся, это тоже нормально. По возможности понять, что с тобой все в порядке. Есть много течений, и мне близки те, которые никого не лечат. Почему я иногда коучи называю? Потому что им тоже семьи надо кормить, а хороший коуч, талантливый, просветленный, он сразу говорит, Миш, с тобой все в порядке, с тобой все нормально. Давай просто посмотрим вместе, вот, ну, вот эту штуку. Осознание проблемы, в ней есть уже зерно решения. Во-первых, во-вторых, коучинг исходит из того, что любой человек, который принес проблему, может ее решить своими ресурсами. Специалист просто обладает инструментом, причем он умеет этим инструментом пользоваться. Некоторые предприниматели говорят, я сделал такой бизнес успешный, я прошел там через огонь, воду, медные трубы, к что это пришел тут очкарик, значит, с образованием, что он мне, чему он меня может научить? Слушай, ты носишь эти зубы 35 лет, они твои, ты знаешь, там каждую дырочку, каждый зубчик. Что мне стоматолог своими зубами поможет? Он их видит в первый раз в жизни. Ну, мы же так не говорим, это же абсурд, правда? Специалист на то и специалист, он знает закономерности, а предприниматель не всегда знает закономерности. Он действует по наитию довольно часто, иногда он знает, что делать, иногда не знает, иногда интуиция подсказала, иногда он вообще не понимает, в чем корень проблемы. А специалист знает, ну, не сразу, но пару вопросов задаст и поймет. Потому что такая ситуация встречалась сотни раз, и он-то изучил, он-то знает, как это работает. Мы обязательно должны себе представить картину, которую мы хотим добиться. Вот какую ситуацию мы считаем целевой. Заметим, что достаточно плохая обычно идея, это вернуться туда, где мы были до кризиса. Потому что, еще раз повторю, кризис это всегда и опасность, и возможность. И если мы вернулись на исходную точку, это, вообще говоря, значит, что возможности мы не используем. Поэтому вот целеполагание штука важная, а следующий шаг, естественно, как туда попасть. Это этап творчества, этап генерации идей, где мы пытаемся придумать решение. Знаешь, есть голубятни, а есть, мне кажется, такой черный лебединник. Там, короче, сидит какой-то чувак, который вот периодически выпускает черных лебедей на нас. Постоянно что-то происходит. Да. Кризисная, непонятная, полная, тотальная неопределенность. Как мне, как руководителю, как лидеру себя вести в таких ситуациях? Первый признак черного лебедя, знаешь, какой? Когда у тебя все хорошо. Вот как только у тебя компания вышла на плановые показатели, тебе нормально, у тебя все идет вообще хорошо, у тебя все планы, которые ты поставил, выполняются, жди черного лебедя. У меня прямо иногда приходят клиенты, говорят, у меня прям все хорошо. Я говорю, прям готовься. Ни разу еще не было, чтобы я не ошибся. Да-да, мы обсуждаем терминологию Насима Талеба. Черный лебедь это трудно прогнозируемое событие, которое имеет значительные последствия. Как подготовиться к черному лебедю? Ну-ка, знатоки Талеба. Правильно, прокачивать свою антихрупкость. То есть умение оставаться стойким и даже извлекать выгоду из самых поганых ситуаций. Как подготовиться к кризису? Один очень важный для меня в жизни человек мне в свое время лет уже, наверное, 30 назад подсказал очень простой метод. Он действительно совсем простой и звучит примитивно, но для меня лично это работает очень хорошо. Метод заключается в том, чтобы в тяжелой ситуации, не только в кризисной, есть ситуации реально тяжелые в жизни, которые надо пережить, есть ситуации напряженные, связанные, ну, например, с тем, что на тебя направлены камеры, на тебя смотрят миллион человек, да, это тоже ситуация стрессовая для многих. Вот в этой ситуации полезно научиться строить вокруг себя невидимую стену. Вот вокруг меня стена, здесь я, за стеной все остальные, все остальное, что происходит. Почему? Потому что в какие-то моменты необходимо действительно отстраниться для того, чтобы сохранить ясность мышления, чтобы думать и решать не под давлением окружающих людей. Самое важное это понять, что неопределенность, неопределенность завтрашнего дня и в том, что будет ли все это хорошо, это норма. То есть многие рождаются с идеей, что вот я пойду в бизнес и у меня будет все в шоколаде. То есть это такое бегство в зону комфорта. Хотя, по сути, если задуматься, мы рождаемся в дискомфорте. То есть дискомфорт, он уже по определению есть в нашей жизни. Нам, когда мы рождаемся, нам хлопают по попе, да, и все, началось. Нужно выживать, нужно там спать, нужно как-то кричать, чтобы мама дала грудь. То есть дискомфорт в жизни это норма. Вот это как бы принять за правила. А комфорт, он опционален. Сегодня есть, завтра нет. Это будет стабилизировать эмоциональное состояние. Погружаясь в ситуацию, а нужно себя из этой ситуации вытащить. Вот нужно обязательно найти возможность выйти в этот экзистенциальный взгляд и посмотреть на то, что, окей, вот ситуация, надо стать немножечко сверху. Легко сказать. Опять же, вот у меня отец хранит, мой любимый батюшка, да, к нему приехал, Сергей в Пасад, он говорит, Дим, ну, лист бумаги, вот черная точка, да, ты вот. Ты в этой черной точке, ты реально в ней, вот твоя жизнь, она огромная. Ну, не упирайся ты, ну, будет что-то другое. У тебя огромный лист бумаги. Ты здесь, ты не в этой черной точке. Кундалини, когда энергии стало много, Цигун, Ван Лин, Эдик, я перелазил, ну, много горы, путешествия, фридайвин, ну, я тебе скажу, я все пробовал. И в каждом моменте, каждая практика полезна. Вот представь себе, у тебя есть бассейн, это емкость для энергии, в нем есть вода, это энергия, из этой воды выходит труба, и в ней какая-то турбина есть. Вот вода эта, ты чего, турбину крутят, и она там подключена к каким-то агрегатам, и что-то полезное происходит. Это то, что ты научился делать на работе. Это вот твоя работа, то, что ты делаешь хорошо. Чего не хватает? Не хватает другой трубы, через которую вода поступает, чтобы она никогда не кончалась в бассейне. Это что, это твой образ жизни? Это что ты спишь, там, сколько надо, что ты спортом занимаешься, что ты там какие-то удовольствия получаешь, там, витаминки, витаминки, там, да, и все хорошо. Вот если это выровненная история, у тебя поступает столько же, сколько уходит в эту трубу, то все здорово. Я думаю, каждый проживает такие случаи, в отчаянии. У меня был случай, когда у меня был первый развод тяжелый, где я думал, все, жизнь закончена. Многие кризисы, разводы, кризисы, потери бизнеса, кризисы, смерть близкого кризиса. Но жизнь не заканчивается, это действительно, жизнь это белый лист бумаги, и все возможное настолько удивительно, что судьба и жизнь преподносят подарки, и главное верить, делать и не сдаваться. В каком-то интервью я тебя прочитал, кто ты считаешь, что вообще-то это как бы одно из лучших событий, которое происходило в твоей жизни. Что ты имеешь в виду? У меня открылась такая другая сторона жизни. Ну, то, к чему стремятся, не знаю, разные религии, традиции, которые говорят, что есть что-то не от мира сего. И мне вот эта часть, она открылась. И в этом плане я боюсь, что если бы я занимался тем, чем я занимался в России, я бы, скорее всего, эту часть мира, эту часть жизни и не узнал бы никогда. Поэтому, а вот в этом я считаю, что для меня возник огромный плюс и огромная возможность. А чем ты сейчас занимаешься? Я делаю разные стартапы в креативной экономике в теме, для фэшн-дизайнеров, платформы для коллабораций с другими креаторами, инфлюенсерами. Делаю один проект по разным практикам, театрально-игровым таким, которые дают человеку большую степень свободы. Консультирую разных людей, консультирую, помогаю разным проектам. Финтеки в основном, финтек, либо коммерция, либо тема, связанная с лоуэссом. Я пошел в институт коуча, вот его закончил в прошлом году. Мне надо было сепарироваться с персоной окончательно. Было 25 лет как раз компании. И в институте мне надо было придумать цель большую, чем персона. Я ее придумал, и это стала академия профессий, и мы строим холдинг Human Lab с командой, с акционерами, с новыми, с молодой командой, где персона просто один из брендов. Растем там сейчас с прошлого года процентов на 70 выросли. Ты считаешь, ты ожил? Да, 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 да. Я скажу, скажу этот момент волшебный, волшебный момент, что я ожил. Я, когда вышел из бизнеса в 21 году, я много, что попробовал. Разные аспекты деятельности, но я абсолютно сейчас уже глубоко убежден в том, что там, где произошел фокап, там и стоит, ну это моя опять же история, для кого-то по-другому, там и стоит что-то сделать и победить то, что было. Я уже по-другому смотрю на бизнес, я уже не гоу-гоу. Мне сейчас важно процессы выстроить, мне сейчас важно контрольные точки все прописать, мне сейчас важно схему отрисовать, единое инфополе создать. То есть, как мне кажется, я сейчас с позицией уже, где больше работаю со смыслами, с процессами, чем бегу к клиентам и кричу, смотрите, какие мы крутые. Слава богу, сейчас среди партнеров у меня есть такой партнер, который умеет это делать, а я вот здесь. Помните, в начале фильма я рассказал историю Джоанн Роулин? В ее гарвардской речи была фраза, которой я хотел бы закончить этот выпуск. Невозможно жить без поражений, если только вы не живете столь осторожно, что назвать это жизнью будет сложно. Я нам всем желаю жить свою настоящую жизнь и очень надеюсь, что мои видео в этом смогут помочь лично тебе. Очень прошу, лайк, комментарий, подписку. Для нашей команды важен ваш отклик. Спасибо, что смотрели и до встречи.